Готово? Да. Работаем. Валерий Георгиевич, первая открытая тренировка, огромное количество журналистов приехало, чувствуете, давление, которое оказывается, может быть, на команду? Нет, честно говоря, давления нет, интерес, ну, наверное, да. Соответственно, раз только народ приехал, говорите, много, не знаю, сколько было до этого. Ну, интерес, видимо, есть, да. Давление. Почему вечерние тренировки? Это связано, может, с какой-то особой подготовкой? Нет, не знаю, привычнее было футболистом, но лучше футболистом, мне это, как раз, знаете. Там были вечером, потому что там были другие мероприятия, съезжали футболисты, те, которые играли вчера, в 12-ти приехали, потом были медицинские процедуры, ознакомление с ними, с их состоянием, с их здоровьем, и после этого, чтобы понимать, просто кто может тренироваться даже, может, у кого-то повреждения какие-то, так что планировать на утро. Смыслом не умело, поэтому вечером, в принципе, будет вечером, практически все тренировки. Один из важных вопросов, вы капитаны, вице-капитаны, вы уже определились, и как определились? Нет, еще не определились. Как застройство ожидает решения? Не знаю, мы решим, командой возьмем, мы решим, но завтра мы решим. Это будет голосование? Может, послезавтра решим, не знаю еще. Будет голосование? Не знаю еще. А с основным вратарем сборной России уже определились? Витальевичу вопрос. Ребята, не можете меня не спрашивать вратарей, я уже все сказал. Не верите, что нет? Верим. Но, может быть, он уже определился, и вам уже сказал. Вы когда узнаете о том, когда будет назначен первый вратарь сборной России? При объявлении состава? Вам накануне скажут. Предыгровой день. То есть 31 августа? Предыгровой, то есть с 1 августа вечером, что в 11 вечера. Олег Георгиевич, 3 дня до игры с карватами. Удается что-то за 3 дня сделать, что-то изменить в подходах? Вообще, 3 дня это много или мало? Ну, конечно, мало. Любой тренер вам скажет, конечно, мало. Что-то удается или не удается, это посмотрим в игре. В будущем не будет играть. Подождите, я еще не ответил. Прости меня. Удастся что-то изменить или нет? Я думаю, только после игры будет понятно. Была тема с Жирковым, РФС прокомментировал. Я бы хотел, чтобы вы сказали, кто изгнал Жиркова из расположения сборной? Никто не изгонял Жиркова из расположения сборной. Это не расположение сборной, это Новогорск, во-первых. Это раз. Во-вторых, я узнал из интернета, во-первых, про всю эту ситуацию. И, опять же, переговорив с Куличенко, подошел, просто-напросто подошел с Жирковым и тренером. Они спросили, мы будем мешать, не будем? Они говорят, ну, наверное, не лучший вариант, что если вы здесь будете. Все. Ну, опять же, то, что мне сказали. На этом разговор закончился. Все. Дальше ситуация не знаю, как развиваться. Можете объяснить изменения в штабе? Поменялись врачи, поменялся менеджер? Точнее, его стал... Врачи... Поменялись врачи, потому что они ушли в свои клубы. Ну, правда то, что вы у них запросили определенные данные, они их не смогли предоставить, и поэтому они решили, что работать не будет? Почему они ушли? Вопрос не ко мне, это им задаете вопросы, я до сих пор не понимаю, почему вы задаете вопросы сюда. То есть это их решение, а не ваше? Это их решение, да. То, что запросили данные, ну да. А как у доктора, они... Они их не смогли предоставить? Что ж такое-то? Можете поддослушать? Да, мы запросили данные, запросили историю болезни. Ну, как у любого доктора, должна быть история болезни на пациента. Ну, пациента, так скажем, кандидата в сборную. Все, ничего здесь сверхъестественного нет. Ну, мне нужна такая информация, да. Все. А почему, спросите у них. Ну, они эти данные не смогли предоставить, правильно? Нет, они не предоставили данные и ушли. А Евгений Савин? Евгений Савин ушел из сборной, то есть решили поменять начальника команды. Это ваше решение? Нет, не мое. Федерация. Олег Григорьевич, матч пройдет в Ложняках и всего 3000 зрителей будет на стадионе. Как вы эту ситуацию воспринимаете? С сожалению, наверное. С большим сожалению. Как вы сказали, интерес. Наверное, интерес, конечно же, есть. Но, естественно, нам нужна поддержка. Не то, что мы хотим, что у нас поддержка для нас нужна. Ребята нужна. В сборной нужна поддержка. Но, к сожалению, пока, видимо, в каких-то местах можно... Для меня непонятная ситуация, наверное, естественно, как и для многих. Мы живем в тех реалиях, в которых живем. Как раз понимаю, что была попытка перенести игру на стадион Динамо? Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Да, попытка была, но хорваты отказались. Вы сами понимаете, почему? Конечно, понимаю. Три тысячи на стадионе Динамо. Смотрится и звучит абсолютно по-другому, чем в должниках. Владимир Владимирович, вы как раз в прошлом сезоне достаточно резко высказались по чемпионату России, да, употребив Роспотребнадзор чемпионат России. Сейчас получается Роспотребнадзор усекает посещаемость стадионов, но при этом там в других городах. Мы смотрим в разных городах, 50 тысяч человек празднули. Вот вы говорите про это. Вы как-то, может быть, пытались... Я, нет, федерация пыталась. Вот вы об этом пишите, говорите. Не слушаем, может вас послушайте. Я правильно понимаю, что в целом порядки в сборной стали построже? Сегодня РФС в соцсетях, по-моему, видосы опубликовало, где слышны ваши слова, что массаж и другие процедуры обязательны. А кто-то из футболистов, я сейчас не помню кто, сказал, что сахара не будет. То есть массаж обязателен, тортики под запретом? Да. В любой нормальной профессиональной команде. Со схемой на матч против «Харвач» определились? 4-3-3, как в Ростове или какой-то другой вариант? Видите. Ключи от квартир, да, где деньги лежат. Топ-схему на матч «Харвач»? Для дебютного матча во главе сборной России начинать с главным соперником по группе с «Харвачами» плюс или, по сути зрения, лучше было бы начать с шестволной матчей? Понятно, что лучше было бы начать еще, учитывая столько, что мало времени на подготовку и на знакомство даже. Со многими футболистами, да, общался, поэтому я общался до сбора со многими, хоть как-то познакомиться поближе. Понял, что, наверное, легче было бы, легче, лучше или не лучше, я не знаю, но легче было бы, наверное, начинать все-таки. При всем уважении к Мальте, наверное, все-таки с Мальте. Но есть что и есть, так что заданность. Вы говорили, что сборной не хватает смелости и дерзости. Что Вы имели в виду? Уважение к противнику или неуверенность в атаке? И как Вы планируете с этим бороться? Ну, бороться, 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 я думаю, что не надо, надо это попытаться изменить. Ну, опять же, чтобы понимать про смелость, про храбрость, еще про что-то, и про уважение или неуважение. Да, уважать соперника надо, бояться его не надо, естественно, любого соперника. Со всем уважением к любой команде, не только про хорватов мы говорим, и про Кипр, и про Мальту. Со всем уважением, но без дрожащих коленок. Есть же проблемы с осторожностью в атаках, игра от обороны, то, что Вы постоянно видели на Евро. Ну, как раз про это я сказал, что хотелось бы, чтобы это изменить. Как раз именно это. Вы говорите, мало времени, но хотя бы вот за эти считанные дни успеть отработать 2-3 схемы, как хорватов, или все-таки есть в голове вот одна генеральная линия, а потом уже постепенно... Две-три, одну бы отработать, и две-три. То есть, генеральную схему, да, то, которую мы хотим, хотелось бы отработать. Другие схемы, опять же, вопрос был до этого за мной, например, другие схемы, они легче. Наверное, восприятие, как сейчас сказали, стоять сзади и осторожно играть в атаке. Вот многие команды и многие футболисты это умеют и так. Гильермо сегодня не тренировался с остальными вратарями, с чем это связано? Ну, с повреждением спалился махил чуть-чуть. Ну, после каждой игры у него практически происходит, дали паузу просто. То есть, Хорвачия будет готова? Ну, завтра уже будет готова к игре. В целом, национальное состояние футболистов, которые приехали, как оцениваете? Есть ли, может быть, какая-то усталость у тех же, кто выступал в Еврокубках в чемпионате? Усталость есть, особенно у тех, кто играл вчера. Те, которые играли позавчера, у них вчера была усталость. Усталость здесь надо присутствовать после игры, как в любой ситуации после игры, у любого футболиста. Те, кто сыграл 90 минут, понятно, что уставший. Нормально. Накопившись, усталость, я думаю, смешно говорить пока. Даже при том, что кто-то участвовал в Еврокубках, сыграв там, не знаю, 7-8 игр. Наверное, пока смешно говорить про накопившуюся усталость. Всякое слово. Почему вы закрыли большинство тренировок в сбору? Большинство. Большая часть закрыта? Меньше, так скажем. Меньше часть закрыта сегодня. По-моему, сегодня... Ну, перекрывайте только как раз. 31-го, 31-го еще. Ну, это все, которые регламентированы? Ну, 31-го регламентированного решена. Ну, да, хорошо. Но это ваше или это решение пресс-секретаря? Мое. А с чем оно связано? Вам есть что скрывать от нас? От вас мне не надо ничего скрывать от нас. Здесь ходило много народа, тоже не нужно. Чего тогда закрытый будет? Да, это не закрытый, чтобы не ходило много народа. Как сказать, по 1-го сентября они будут играть Модрича в Хорватах. А это как-то, ну, облегчит задачу? Или они без Модрича составят? Я думаю, что в Хорватии не только это Модрич, поэтому, да, понятно, что хороший игрок, да, наверное, им будет не хватать. Но это как бы их проблемы. Вокруг сборной достаточно много негативной информации. Дело врачей, которые ушли из-за, я так правильно думаю, недопонимания с Лоисом. История Жиркова. Вы чувствуете давление? Подожди, пожалуйста. И что-то, кто-то, извини, напрягает обстановку. Жду. Да, чувствую, что кто-то, как ты напрягаешь обстановку. Окей, да. Есть еще кто-то, кроме меня, кто напрягает обстановку? Наверное, тоже есть. Опять же, ты говоришь про две вещи, которые абсолютно непонятны. По поводу того, как я все сказал, люди захотели уйти и ушли. Какая здесь негативная обстановка? Потому что не сработались ни с Лоисом, опять же, неправильным посылом. Тут эта информация, которую Лоис запросил, окей. Через Лоиса запросил я. Что здесь, ну, опять-таки, историю болезни пациента, если у доктора нет, ну, что-то о чем говорить? И люди захотели уйти, ну, окей. Что еще мы можем сделать? Я бы хотел, чтобы они остались, ну, да. Ну, вы разговаривали с ними, с двумя врачами? Нет, я не разговаривал, они работники РФС. Они работали на РФС, так скажем, на сборной. Так что, ну, люди не хотят, силы никого здесь в сборной держать не могут, ни футболистов, ни кого-то еще. Вы ушли из Ростова, но в то же время, я смотрю, врачи-совместители, пресс-алташе-совместители. С чем это связано? Что у РФС недостаточно денег для того, чтобы оплачивать их труд? Почему в сборной есть совместители? Потому что работа та, которую они проделывают, это позволяет. А работа главного тренера для меня лично не позволит. Если бы я, если бы я понимал, что я смогу работать там и там без потери качества, то можно было и, допустим, так. Я решила, что нет, что не смогу так вот. Поэтому не совмещаем. Сейчас уже есть понимание, что все-таки поступили правильно? У тебя из Ростова или все равно не хватает 24 часа? Да, 100% правильно. Я просто представляю с том объем работы, которая была сейчас до сбора больше. Часть работы была. Если бы еще был Ростов, то с ума сошел бы точно. Сейчас вот все напишут, что в сборной запретили сахар. Объясните почему? Потому что они не профессиональные футболисты. Ну почему им нельзя есть сахар? Они сказали, что им теперь под запретом все сладкое. Потому что им нельзя есть сладкое, потому что они профессиональные футболисты. До этого они ели. До этого, может, и водку пили. Ну, acá я ею с вебем. Это значит хорошо. Может быть у кого-то лишний вес. Но сахар ничего футболисту профессиональному не дает хорошего. А вы сами не едите сахар? Я ем еженый футболист. что еще из продуктов под запретом ребят я не помню много чего все жирное с борщем решили вчера ели великолепный где лучше в Тарасовке в Тарасовке был давно не помню сегодня вчера великолепный коллеги еще вопрос про борщи будем говорить очень много лиц новых появилось может быть как главный тренер будете в сборной игроков ФНЛ если будет соответствовать уровню лозунг погнали которым сейчас РФС презентует эту игру для вас что это такое погнали я не понимаю погнали начинаем, поехали погнали погнали как угодно каждый может интерпретировать погнали наши городские ну например или ваши городские у меня вопрос еще по я видел ваше высказывание по лимиту вы категорически за отмену лимита с чем я не согласен а вторая точка зрения по поводу второй реформы что вы думаете по поводу реформы которую предложили голландцы деление чемпионатов на 4 группы после этого деления 6 на 10 что вы об этом думаете? я думаю что для нас нет для нашей страны нет для какой-то маленькой страны возможно для нашей страны нет гладкий чемпионат более чем удобен и правильно другие вещи надо менять какие ну назовите хотя бы три например воспитывать детских тренеров чтобы у нас были детские тренеры все беды оттуда если нет учителей то учеников не будет хорошим соответственно не будет конкуренции в чем сейчас проблема почему их сейчас не воспитывают раньше же были? раньше это когда? в Советском Союзе? в вашем поколении в Советском Союзе у них была ставка 120 рублей на которую можно было спокойно существовать сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью прокормить не сможет сейчас тренеров пытаются объединить с учителями но по гармонизации это идет процесс то есть у них будут такие же ставки как у преподавателей то есть меньше еще? нет больше или больше у кого я знаю у кого больше в школе получать так это хорошо или плохо? вот вы задали вопрос хорошо Минспорта считает что это хорошо потому что будет больше ставки хорошо Валерий Игорьевич по поводу важный вопрос на ваш взгляд кто фаворит в этой игре? только вот не 50 на 50 кто фаворит в этой игре? русские которые россияне у которых лозунг погнали и которые будут играть в детский футбол или хорваты которые все-таки прошли дальше чем сборная России хорваты фаворит в хорвате почему ты все сам сказал? Олег Игорьевич буквально за пару недель мы рухнули в рейтинге UEFA на десятое место и грозимся еще ниже упасть в ваши отношения и вообще как прекратить это падение в том числе и в рейтинге UEFA мы даже опустились на две позиции все проблемы которые мы говорим это все опять же это не будет сто процентов что бы мы ни делали это не будет сделано за один или даже за два года я думаю что это минимум пять лет на это уйдет нам когда подводили игроков сказали то что есть некоторые футболисты которым не рекомендовано общаться вот вы кого-то хотите агредиент пресса из футболистов у вас есть такой ну кунтан например да наверное молодежь я бы не трогал я лично я лично бы не трогал но не надо чтобы они пускать не здесь спокойно без вот этой семьи мишуры славы не знаю пускай адаптируются так так к мужскому к мужскому футболу взрослому если про капитана как бы понятно да еще не решили но вопрос лидеров он все-таки более объемный чем просто капитан и не лидеры в команде вот вы их сейчас назначите нет от кого вы видите вот сейчас на тренировках понятно от кого вы ждете кто будет кощить Джики Аголовин от кого вы ждете была одна тренировка ну вы ждете вам словно от головы что он будет тащить ну это не значит быть лидером можно тащить и не быть лидером это возможно? конечно возможно мисси лидер да да с чего вы взяли ни слова одного не говорили ну мисси в раздевалке и в раздевалке тоже и на поле все знают как себя в сборной велся Дзюбов он подавлял остальных потому что он очень активный ему всегда надо быть на первой роли то что его сейчас нет это может помочь остальным? может а может и нет мы же об этом думали наверняка мы же со всеми ними общались да и что вы что-то поняли это не только одно тренировка еще общение да и что может помочь может быть да а может быть нет не знаю как поведут себя футболисты футболисты которые сейчас здесь и сейчас когда Артема нет вот если бы я все знал ну они говорят что им что так не хватает зубы может им будет грустно теперь я теперь грустно да будет клоуна я теперь я думаю что после этой пресс-конференции начнутся вопросы по поводу Луиса и почему он требует медкарты и так взаимодействовал с бывшими врачами не могли бы сказать о Луисе несколько слов чем он так крут поскольку он работал с вами в нескольких командах и почему он должен являться таким авторитетом он крут, потому что профессионал больше ничего не надо говорить это вам мало? это вот более чем достаточно для меня это более чем достаточно в черной степени что? что у него есть такого? почему его врачи должны слушать еще раз тихо-тихо-тихо что значит слушать? предоставить медкарту на каждого футболиста это слушать Луиса это не Луиса это мое требование что здесь такого сверху естественно в чем они его послушались? они как раз не послушались не предоставили информацию нет? или как я не так и изъясняюсь? я просто с трудом представляю что эти опытные ребята которые работали в сборной не могли предоставить каких-то бумаг задайте им вопрос что вы мне задаете но не предоставили ничего я тоже с трудом себе представлял мне казалось что это очень просто и легко нажать на кнопку компьютера и предоставить мне так казалось однако этого не было сделано это Луис слушать надо Луиса? да предоставить информацию да опять же не Луиса, а меня мне нужна эта информация ну и Луису соответственно тоже в чем проблема? в итоге ее получили? нет но ведь есть медицинский департамент РФС можно с ним связаться а медицинский департамент РФС что делает? кто там работал? кто 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 занимался футболистами в сборной первой сборной России ну подумайте сами но медицинский комитет возглавляет Эдуард Безуглов а который был врачом насколько я понимаю об этом говорит главный тренер нет я не знаю кто там вообще в федерации кто возглавляет вообще никто сам Валерий Игоревич для того чтобы футболисты росли надо играть в конкурентном среде ваше поколение в 90-х годах буквально поголовно да уезжало в европейские клубы и даже не самые первые пятерки вы сейчас будете продемонтировать среди игроков нынешних что можно уезжать чтобы расти чтобы сборная становилась сильнее или это оставляете наутку самих футболистов ну естественно наутку футболистов как вам скажу посоветовать можно туда или нужно поехать ну да туда и смотря куда опять поехать если они будут чем больше будет чем больше будет конкурент конкурентную среду для прогресса в принципе не футболиста даже бизнес вокруг сборной после чемпионата Европы негативный фон можете сейчас что-то такое сказать болельщикам чтобы они в игре с Хорватии поверили в команду что-то сказать могу сказать только одно что мы будем пытаться заслужить там не знаю вернуть их в расположение и оставить на поле оставим все что что есть у футболистов на данный момент хватит этого или нет для победы честно не знаю давайте может на эту позитивную ночь можно еще один вопрос октябрьские матчи тоже не забываем пока календаря нет на будущие туры вы уже обращались может быть к лиге чтобы они учитывали интересы сборной и как-то смещали даты чтобы у вас было по большей возможности поработать с футболистом дальше нет у нас два сбора еще октябрь-ноябрь там по две игры сейчас понятно что игра изгибнута первое сентября потому что приходится играть из-за ковида опять же приходится играть три игры за один сбор там нормальный сбор как и навсегда было то есть никаких просьб и подвинут ничего не будет нет спасибо большое спасибо пожалуйста пожалуйста